Приветствую вас! Возможно кто-то с вас помнит, что еще в начале этого года тогда был премьер Митландович Рук была распиарена государственная программа помощью малосреднего бизнеса создания новых рабочих мест 579 помните такая кредитная программа? Супер льготная, супер выгодная и тогда, если помните даже когда там 11 первых кредитов выдали по этой программе президент лично приехал в Бугоргазбанк я тогда сказал эта программа провалится он и провалился помните, я слишком хорошо знаю банковскую систему Украину и экономику Украины когда предлагают заведомо бредовые идеи, я говорю они бредовые, они сработают вот смотрите, я понимаю что сейчас власть говорит коронавирус виноват ну понятно, я все понимаю что коронавирус виноват так дальше, ну вот смотрите есть данные на сегодня сколько выдано кредитов по программе доступных кредитов 579 в общей сложности выдали 232 миллиона ну это всех кредитов на 232 миллиона если посчитать сколько это в общей сумме сумме кредитов Украины это 0,03 то есть понимаете говорить о каком-то создании рабочих мест глупо о развитии экономики глупо о росте экономики бредово потому что 300-200 миллионов не могут обеспечить рост экономики это полнейшие права полнейшие хотя и понимают ну как же вы что ж мы же выдали 232 миллиона ну давайте так если говорить по-честному большая часть этих кредитов выдано по блат друзьям, знакомым скорее всего их никто не погас ну это дело же тесное на рынке ходят слухи что сейчас выдают эти кредиты просят 10% отката ну скорее всего да, как правило 10% просят ну объяснять очень просто вы же будете платить 5% ну вот вы платите нам сейчас 10% потом 5% все хорошо нормально так что тут вполне согласно ну естественно естественно народ поговаривает что очень часто при выдаче этих кредитов появляются совершенно нерыночные условия согласно как вы хотите ну вот смотрите есть опять же информация что общее количество кредитов которые заключили 390 369 кредитов хорошо при этом количество подданных заявок внимательно слушать 17348 ну понимаете как заявок всегда много подают ну есть чудики которые действительно верят что вы можете получить льготный кредит вы приходите вам объясняют большая часть заемщикам отказали по такой очень интересной причине деловая репутация плохая у вас деловая репутация вот на лапку позолотите сразу депутацию учится ну серьезно серьезно потом причина недостаточная кредитоспособность ребята ну какая черт кредитоспособность может быть мало средний бизнес если он работает полностью в тени или наполовину в тени вы что как дети мало ей Бог ну соответственно как вы догадываетесь много кредитов вы выдавали куда аграрный сектор то есть там где никогда 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 не можно будет ничего все разорвать и так дальше так что дело такое нормальное ну что вам сказать люди захотели аферу аферу организовать поймите стоящее кредитование так не работает вообще ну вообще считается так хотите нормальное кредитование запускайте нормальное кредитование нет там есть масса нюансов которые надо сейчас поменять банковскую систему и тогда будет нормально, это не бизнес даже льготно не обязательно льготно это не надо, будет нормально работать но никто менять не хочет тем более что по плату всегда как бы выдавать лучше да, ну вы наверное слышали что президент новый уже премьер-министр пообещал что вот эта программа доступной кредиты будет расширена даже появятся кредиты по ставке 0% откаты там будет больше честное слово а аферистов еще больше боже боже, боже, какая наивность даже элементарные вещи они и то сделать не могут так что еще скажу повторим слова Черномердина хотели как лучше, сделали как всегда программа льготно-предитывания создания новых рабочих мест рост комедии полностью провалился потому что у нас самое начало было такое